Рываю специальный эфир на Радио НВМ, она звата Алексей Тарасов, и зараз до нашего эфира доеднуется Игорь Левин, израильский висковый глядоч. Игорь, здравствуйте, приветствую вас в эфире. Да, приветствую. Я хочу начать, конечно, с того, что происходило в Дагестане, как вам этот движ. Напомню аудитории, что, да, была стрельба в Дербенте-Махачкале, и тут есть очень интересное заявление главы Дагестана по фамилии Меликов. Он сказал, что более 15 сотрудников полиции было убито. Я не понимаю, что такое, более 15, неужели они не умеют считать, но, в общем, короче говоря, более 15. И есть же вечная такая дискуссия внутри Украины о том, можно ли нам рассчитывать на внутреннее противостояние в России. Все ли там действительно настолько зачищено, настолько контролируемо, как заявляет это Путин, как заявляют это в Кремле. Какое впечатление у вас от того, что произошло в Дагестане? Не, ну как, что такое рассчитывать? То есть, строить планы, опираясь на это, для этого нужно какую-то информацию иметь. Вместе с тем, нужно не забывать, что у России есть много врагов, помимо, конечно же, несомненно, Киева, кто защищается. Есть силы внутри России, которые заинтересованы в тех или иных там процессах. В том числе, банально, кстати, нарушение статуса-кво. Знаете, почему большинство суннитов шло, например, к джихадистам и кигилл в Сирии? Не потому, что они там именно стали прониклить именно кигилл, но там много группировок. Ну, потому что игилл-то была наилучшая структура, которая, и среди всех террористов и так далее, которая позволяла вам нарушить статус-кво. Плюс, это была наилучшая структура, которая позволяла вам мстить. То есть, если вы какой-то суннит, который был обижен как-то режимом Асада, например, ваша семья погибла, и вас интересовало только место, вас не интересовали никакие не там прожекты, проекты, какие-то там видения политические, вот там мировоззренческие, религиозные, а вы хотели просто мстить, и гилл был наилучший, как бы, меньше всего рамок было для этого. То же самое, кстати, релевантное и для России. Вот. Поэтому то, что там есть такие спящие внутри нее силы, которые могут в какой-то момент, вот такими всплесками, да, вот у нас может оборачиваться, как в Дагестане было, и ничего, если их писали на одном из каналов бои локального значения, вот, это не какие-то там контртерроризм, вот, такое, да, вполне может быть, вот. Рассчитывать ли на это? Нет, ну, при ней нужно рассчитывать, как бы, на свои силы в первую очередь, и то, что она делает у себя, вот, что там происходит в плане, как бы, внутреннем и так далее, это, как бы, приятный бонус, вот, но не нужно, как бы, смотреть на, как бы, на такой авось. Есть, хорошо, будет больше, еще лучше, вот. Вот самое главное, чтобы невинные, там, люди, вот, поуезжали, ну, это к тому, что там, например, они, то, что если помимо церкви атаковали синагогу, да, это снова к вопросу о том, что евреям лучше бы из России уехать. Потому что, когда там все дальше начнется и будет продолжаться, вот, оно будет продолжаться, и будут еще и так далее, вот, там никто никого не проверяет, и все будет попадать под раздачу. И, там, в своих переписках, например, эти боевики, перед тем, как шли на задание, они там писали, вот, смерти христианами и иудеям. Ну, классика, классика, конечно. Да, 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 ну, и если, например, тех же иудеев берется на себя защищать тот же Израиль, например, и он будет защищать, то русские не будут защищать, там, иудеев, они себя защитить не могут, да, они, своих христиан не могут защитить, ну, все. С того, как его священник, священник был убит. Вот, поэтому лучше людям, непричастным, невинным уехать, вот. А дальше будет, ну, я чувствую, что будет много больше. Плюс, интересно, активизировались каналы, связанные с ИГИЛ, с этой всей вот историей. Хотя, опять же, ну, официально, может быть, сейчас какая-то новость проскликнула, последний минут пять, но, по-моему, мне не брали на себя ответственность, не было заявлений никаких. Ну, я не видел, по крайней мере, там, на самом деле, ну, как это сказать, про мотивы, ну, не так много об этом в медиа, ваххабиты, что-то такое, но, опять же, очень туманно. Да, да, говорили, но именно ИГИЛовский канал активизировались, и они там такие вот намеками писали, что, мол, это вот все впереди дальше. Вот, как бы, не нужно сразу складывать два плюс два, но просто интересно, определенная, как бы, из этой модели мозаики вырисовывается картина. Вот, вот, ну, вспомните, кстати, и я, и не только, вот говорили, что, и когда был крокус, и до этого, когда была эта ситуация, когда СИЗО убежали, что, ну, первые этапы, да, будет следующее, дальше. Ну, и вот происходит. И будет еще дальше. Плюс, мне кажется, градус ожесточения тоже будет расти. Ну, потому что есть какая-то определенная обратная связь, они видят, как ведут себя русские силовики, и, с одной стороны, их беспомощности. Это как там ночью мне в бот написали, там, говорят, что, мол, больше 20, 6 человек покрощили целый взвод. Вот, это что это? Что там происходит? Или кто-то, как бы, что-то недоговаривает, или что-то за 6 человек, которые целый взвод силовиков покрощили, которые еще, как бы, их не случайно застали врасплох, они знали, то есть, они там шли на штурм, они, как бы, знали, что происходит. Вот, поэтому, видимо, дальше мы, ну, увидим много больше. Мне кажется, что-то такое, как бы, легкий рокот перед этим. Но для Украины не нужно это рассчитывать. Нужно рассчитывать, как бы, на свои силы, вот. Если в России будут штурмить, это хорошо и приятно, и нужно. Ну, тут еще интересный момент, да, что среди тех, кто убивал российских полицейских, там, сыновья главы, такой Серго-Калинский район Дагестана, ну, короче говоря, фактически российского чиновника, да, ну, то есть, двое его сыновей в этом участвовали, это тоже, мне кажется, интересно. Там еще третий, только родственник, там третий тоже родственник какой-то уже, ну, кто-то там. Ну, то есть, вы понимаете, да, это человек, встроенный вот в эту вертикаль, да, ну, мы понимаем, что за чиновники могут быть, ну, занимать какие-то должности в Дагестане, и вот, ну, то есть, это говорит о том, что вот в этом молодом поколении, да, есть вот это понимание, что российский режим все-таки оккупационный. Нет, слушайте, ну, так это как раз именно к этой теме, что ИГИЛ была самолучшим в Сирии, структура или мстители нарушит статус-кво, и в том числе элита бывшая, там, как, кстати, элита из Ирака, которая в свое время там потеряла власть, в том числе и сирийская, там, часть элиты, шли туда, как раз из-за того, чтобы какие-то старые обиды отомстить. Тоже надо было посмотреть, но вполне допускаю, что было определенное, как бы, есть какие-то моменты, вот, за что у них был зубы, там, на российскую власть, и не только. А насчет классических антисемитских настроений, ну, вот мы помним, октябрь 23-го года, это была та самая Махачкала, когда, значит, дагестанцы вырвались на эту самую, на взлетную полосу в аэропорту, там был самолет из Тель-Авива, ну, то есть. Ну, да-да, искали евреев в турбине, да. Да-да-да, искали евреев в турбине, среди прочего, есть эти фото, есть эти видео. Тут еще, знаете, интересно, что мы видим, как сужаются возможности для туризма в России, для туризма внутри России на временно оккупированных территориях. Вот про Дагестан уже Российский Союз Туриндустрии рекомендовал туристам воздержаться от поездок туда. Ну, и видим, конечно, что происходит на пляже в Крыму. Опять же, новость вчерашняя. Они видели, как был атакованный военный объект возле Севастополя. Российские оккупанты пытались что-то сбивать. В итоге, мы понимаем, что они это все сбивали над пляжем, не было воздушной тревоги. Сейчас они пишут, значит, про погибших, пострадавших. Но более того, и тут интересно то, что показали обломки того, что там упало на этом пляже. Это Учкуевка такая, значит, называется этот населенный пункт. Ну, и, судя по всему, это все-таки никакие не атакамцы, но в смысле то, что упало. А выглядит это так, что вот за РК Тором этим сбивали, Тор М2. А он же, если не сбивает, он еще и, значит, самоуничтожается. Ну, и, собственно, падает на пляже. Как вам эта операция? Ну, мы уже видим, что русские будут говорить о том, что, ну, это американцы виноваты, это, значит, украфашисты и так далее. Но, тем не менее, сезон у них продолжается курортный. Не, Грым бомбят очень хорошо. Вот, то есть, сейчас АТКМС. Вчера, кстати, этот Лача на своем канале вубликовал, как эти, взлетают сколько там, по-моему, 8 АТКМС, как бы, ну, ничего себе. Ну, это говорит о том, что американцы нормально так отсыпали вам этих ракет. Я видел, профильные каналы говорили, сколько, сколько это АТКМС. Там, кстати, ну, там, также кто-то писал где-то, что это, типа, ну, ГМЛРС. Он говорит, какие ГМЛРС, это АТКМС, как бы, вот, взлетают. Не две, три, четыре штуки. Вот, кстати, да, действительно, по одному видео нельзя судить, но в контексте всех вот случаев уже использования АТКМС, вот, складывается общая картина, что их нормально вам отсыпали. Есть определенное вот свое видение, как их использовать и куда их использовать. Это прикольно. Вот, это хорошо. Да, ну, Крым бомбят, ну, то, что это, как бы, эти непуганные идиоты там все в Крыму, ну, на военной базе большой. Ну, про это так много сказано уже было, господи, все. От маленьких каналов до больших, до всяких, вот, те, кто вещают на российскую публику, там, как-нибудь Майкл Наки, которому миллион подписчиков, вот, говорил, уходите из Крыма. Ну, то есть все об этом говорят, все говорят, уезжайте из Крыма. Ну, кто, как бы, дураком закон, закон не писан, ну, как бы, вот, военная база. Ну, представьте себе, на военной базе вы будете где-то на берегу Чирить, как бы, и туда еще детей приведете. Из Магадана, кстати. Из Магадана их привезете, это тоже отдельно. Да, да, вот, как бы, вот, знаете, в Израиле есть, например, военная база Зиким, она на пляже, и там есть пляж. Так вот этот пляж, как бы, закрыт, потому что там военная база. И представьте себе, что он был бы открыт, и там бы, как бы, Чилили. И в какой-то момент эту базу обстреляли бы, там, из газа, и пополетела бы куча, как бы, этих. Ну, мне кажется, ну, и сурильтяне бы, в первую очередь, спросили бы, ну, какого фига, как бы, вот, прямо вот, на военной базе, которая, вот, там, возле берега, где пляж, вот, Чилилит люди. Спросили бы. У наших, у наших же властей, у нашего же командования. Там же у них постоянно, у них же, они сами себе забивают самолеты, и все хорошо, и все идет по плану, никакой войны нет. Путин же недавно заявил, как бы, это тоже к теме. Путин недавно заявил, когда у них там, этот, Киму приезжало, что вот у нас договоренность о помощи друг другу, в случае нападения. Но на Россию еще не нападали. То есть, по ним ебурят, пардон, как бы, атакамес, да, баллистическими ракетами американскими. Путин говорит, что не нападали, вот. Вот. А потом люди, как непуганные, уедут, и, не знаю, Путина, может, слушают, может, верят ему. Я, ну, не понимаю, как бы, вот, в чем тут логика. Я вот иногда, такая, если очень хороший прием, который нас научили в свое время еще в школе, вот, влазить в калоши, как бы, да, с врага, противника, соперника, вот, это, неважно. И пытаться мыслить, как он мыслит. Я вот как-то подумал, вот, и был бы я гражданом РФ, который живет в Крыму. И был бы я абсолютно пофигист. Ну, мне пофиг, типа, на Украину, что там бомбят Харьков и так далее. Ну, у меня просто, как бы, есть инстинкт самосохранения. Я бы там, ну, даже если, допустим, я, ну, не очень, там, денежный, я бы там месяц, два, три, там, накопил бы, да, и так далее. Не сувался бы на какие-то вот места, вот такие, вот, людные, большие, открытые. Тихонечко просидел бы, там, накопил бы, там, три месяца суммы и уехал бы куда-нибудь, там, к родственникам, к друзьям, к куму, к брату сестры, к жены, не знаю, кого-нибудь, где-нибудь, ну, куда-нибудь, что-нибудь. Вот. Подальше бы от боевых действий, то есть от пограничья, от территории Украины, от Крыма, тем более, и так далее, и так далее. В интернете я не забанен, как бы, я бы смотрел, увидел бы, что происходит, ну, ничего себе, как бы, увеличивается в экспоненте. Украинское воздействие по Крыму. Это, ну, не какая-то там сто лет назад, когда вы ничего не знали и полностью зависели от того, что вам, да, вы там работаете на фабрике, вы идете, вам вешают эти прокламации и официальные объявления от военного комиссариата на стене фабрики-завод. Если вам говорят, что все хорошо, и вот там ваши войска под Киевом, и вы искренне так верите и считаете, потому что у вас никакой другой информации нет, кроме радио и этих прокламаций на фабрике, то да, прилетают по фабрике ковровую бомбардировку, уничтожают там все и ничего. А не остается. А другое дело, что сегодня, полностью открытая информация, все есть, даже хорошо, они там не смотрят русских оппозиционеров и не читают другие каналы. Но даже российские ЖЗ-каналы говорят там, бомбят, прилетало, вот, ну, что-то делать, почему наши молчат, что с красными линиями? Ну, то есть, ваши же об этом говорят, люди не пуганные. Ну, как бы, дуракам закон не писан, вот. Ну, Крым моя база, и по нему будут бомбить, и самое главное, что будут увеличиваться так только. Есть же тоже понятная, в принципе, российская политика, если они из этих Магаданов просто привозят. Ну да, говорят, смотрите, у нас там льготные путевки, ну и прикрываться жителями, если у вас показывать полные пляжи, во-первых, вы показываете полные пляжи, все, класс у вас, для российской пропаганды отлично. А второе, что-то прилетает, смотрите, украфашистский режим и так далее, и так далее, снова нанес удар по обычным гражданам. Да, они, эти военные действия, там, где наносятся, ну, по военным объектам удары, называют терактами, как где-то, сбитие А-50 назвали терактом, но это вообще, ну, бред, нонсенс, вообще нереально. Да, Медведев, кстати, не только написал, что там, это, американцы виноваты, в том числе. Почему? Меня, кстати, удивляет, вот зачем это делается, ну, потому что никакой же реакции не будет, это же, как бы, они же перед своими, перед своей публикой расписываются в своей беспомощности. Зачем вы это делаете? Ну, то есть, я иногда пытаюсь понять, как бы, почему эти люди именно так делают, вот, и мне ничего в голову не приходит, вот почему. Я, кстати, не просто так, то есть, я прекрасно понимаю, что не просто так появляются вот эти слухи, мифы среди некоторых оппозиционных зета-деятелей, которые, как бы, за войну и за то, чтобы, там, разгромить Украину, но они расстроены тем, что это делается плохо, неэффективно. Ну, как в свое время, там, тут же и Гиркин был, да, вот этот, который, вот, но есть всякие другие деятели, вот, некоторые анонимные, некоторые нет, и они говорят, что российское руководство, это, там, предатели, которые специально это делают. Вот, и Путин, и так далее, вот, они обслуживают Запад, и они специально вот это все, вот, их решения, неэффективные решения, заявления, всякие глупости и так далее, делают это специально, потому что это только вредит. Ну, я понимаю, откуда появляются такие настроения. Ну, отлично, если Путин обслуживает Запад, это, конечно, было бы хорошая новость и очень интересная. Я, знаете, о чем вспомнил, что вот это все, все, что происходит, ну, вот сейчас, например, в том же Дагестане, что это все фактически на годовщину бунта Пригожина пришлось. Ну, мы помним, да, военный преступник, людоед, с одной стороны, с другой стороны, как бы дядька с мозгами, мы помним вот его последнее выступление, когда он сказал, слушайте, ну, не было никакого там, никто не бомбил Донбасс, все это вранье, если такое, как это, цензурные слова использовать. Помним, как он, значит, 23-го числа выдвинулся, 24-го все закончилось, даже с ностальгией уже сейчас его вспоминают, ну, это, конечно, ну, ирония, понятно, какая ностальгия, но это реальный людоед. Вот, а если оглянуться назад, а вы поняли, что это было? Ну, то есть, он, как бы, пошел вперед и потом понял, что нет, не готов? Ну, вот, как вы поняли вот те события? Мне больше понравился комментарий, который вчера оставили в одном из каналов, когда началась вот эта вся ситуация в Махачкале, в Дагестане, и еще непонятно было, чем закончилось, там написали, ничего страшного, сейчас позвонит Лукашенко, вот, все договорятся, и половина Дагестана приедет в Беларусь, а потом вообще-то самолет собьют. Еще Кадыров должен выезжать, Кадыров должен выезжать, да-да. Да-да, ничего страшного не будет. Вот, нет, ну, бунт, бунт, да, был бунт, то есть, вот, другое, мне непонятно, по-прежнему, на что рассчитывал Пригожин, он, как бы, человек черты, прекрасно понимал, знал, что Путин убийца, и знал, что он не просит предательства, и он его убьет. Видимо, там, какие-то были, ну, не просто железобетоны эти ему дали гарантии, ну, там, через Лукашенко, а прямо под что-то расписались, ну, под что-то такое, что ему, как с его такой вот бандитско-зековской, вот этой вот его... Натурой ему это показалось, как, знаете, вот это вот слово пацана, то, что называется, вот, типа, он прекрасно знает, что Путин и вся его, это вот, как это вот, копиративозеро и так далее, вот эта всякая, да, вся эта клика, которая у власти, да, полу-ГБшная, полубандитская, вот. Это же, как бы, ну, ужас России в том, самой России, да и всех соседей вокруг, что, как бы, у власти не какие-то там вот это, а бывшие ГБисты и всякие темщики, и мелочные непрофессионалы, вот, бандюки. И вот, мне кажется, вот он через эту призму, вот этих всех темщиков, бандюков и таких вот пацанов, там, с районов Питера, вот, через эту призму что-то ему дали. Ну, просто там, Лукашенко, он умеет говорить, он ему сказал, что вот, типа, да, ты там сделал такую вот ошибку, которая не прощается, мы сделаем АААБ, и потом тебя там куда-то там в Африку, и все, и... Что-то, мне кажется, ему пообещали, вот этого мы не знаем, ему что-то пообещали такое вот, что он поверил, потому что очень странно, что, ну, он же прекрасно должен понимать, знать, что тут, как бы, путь в один конец. Это так и оказалось, оказалось, что путь в один конец. Или ты идешь до конца, или тебя убьют, его убили вместе с Уткиным, вот. А так, да, ну, был бунт, вот, единственное, что не дошло до конца, вот. Вот, знаете, вот, как бы, современная Россия, она блеклая, как бы, серая, вот такая, на самом деле, тень, там, действительно, у прошлого, там, и Российской империи, и Советского Союза огромного, и того, во всем это отражается, даже бунты у них такие, вот, более серые, чем, например, были бунты в прошлом, вот, восстания. Все, все серое, даже в таких вот вещах, вот, а так, нет, ну, был бунт, я не вижу какой-то конспирологии или так далее. Ну, слушайте, не, конспирологии вокруг него достаточно, в том смысле, что, что его остановило, якобы, опять же, я думаю, вы видели эти все слухи, что там каких-то его близких родственников взяли в заложники, ну, во-первых, это, во-вторых, ну, очевидно, да, какие-то пацанские, наверное, были обещания, в которые он поверил, потому что, ну, у них там даже с Путиным контакт некий был, да. Ну, и еще одна же теория заговора, мы, наверное, не будем ее обсуждать, это то, что якобы Буданов очень рассчитывал на этот бунт Пригожина, опять же, Пригожин очень часто Буданову приветы передавал, ну, тут, как это, не подтвердить, не опровергнуть мы этого не можем. Есть же теория заговора, что Буданов очень рассчитывал на бунт Пригожина, не знаю, правда ли это, он точно не будет об этом говорить, и тут Буданов, глава ГУР, ну, как по мне, неожиданно дал интервью такому изданию Philadelphia Inquirer, Philadelphia Inquirer это хорошее издание, просто имеется в виду, ну, мягко говоря, не в топе американских изданий. И вот он, ну, там много о чем говорит, есть цитаты оттуда, и вот он, среди прочего, сказал о том, что если есть шанс убедить Путина, он там про Крым много разговаривает, отвечает на эти вопросы, если есть шанс убедить Путина, что он не может победить, то он может заключаться в том, чтобы сделать контроль Москвы над Крымом невозможным. Ну, вот так считает Буданов, да, то есть, если Путину доказать, что Крым невозможно контролировать, то это может, как бы, показать, что, наверное, не надо воевать. Как вы понимаете эту логику? Что значит, не надо воевать? А дать Крым? Ну, что, все безнадежно, если Крым невозможно удерживать. Это верно, в долгосрочной перспективе. Если прямо завтра, например, у Крыма принуждают капитулировать, то какая разница, сколько там прилетает ракет в Крыму? Это правильно в плане общей большой стратегии, растянутой во времени. Так как я уже много раз говорил, вот время играет на вашей стороне, а не Россия, как она думает, при условиях, если Запад вкладывается. А Запад сейчас вкладывается, и все больше и больше. Нермания, Румыния, Япония, американцы даже и так далее. И помощь, и вложения, они растут, увеличиваются. Это говорит о том, что все попытки заморозить войну, они в том числе идут и из Кремля, и вам нужно, ну, вашему руководству, лавировать, вот так вот, чтобы не позволить, что случилось. Несмотря даже на неудачи на фронте, где-нибудь отступление, где-нибудь горечные моменты, это война. Во всех войнах, даже те, которые закончились, не даже, а в том числе и те, которые закончились победоносно, было много на тактическом уровне поражения, отступлений, и тягостных моментов, потому что война, а левая война, это много есть тягостных и нехороших моментов. То есть не рассматривать их как глобально, что вот все, мы проигрываем. Потому что, если вот этот Буданов такие озвучивает концепты, как создание такой ситуации, когда по Крыму действует постоянно, его невозможно никак с ним взаимодействовать, его держать, невозможно там логистику на нем поддерживать, развертывать там военные силы с ориентацией на противовоздушные, не только. Это только работает в долгосрочном месте стратегии. Плюс, это должно работать вместе с мощными козырями, как уже говорил, ракетное оружие, которое достает глубину России с мощной боевой частью. В идеале, мы про это уже говорили в прошлый раз, по Москве, что там сконцентрировано все самое вкусное, что нужно разнести. Вот, тогда это вот Украина получает очень мощные козыри в месте, и Крым, и возможность бить по Москве, и еще там, вот, Черноморский флот, как и Черноморье тоже. Вот, и другие тоже какие-то еще аспекты должны быть. Даже несмотря на то, что, например, Юг оккупирован. Вот, это дает очень мощные козыри переговорные. Вот, поэтому, да, Уданов прав, но с одной оговоркой. Без заморозок или какие-то там прекращения. А в контексте вот, континиума, как бы, должен продолжаться. Это стратегическое видение на годы вперед. Мне кажется, Буданов как генерал, он, как бы, в том числе, стратегически смотрит. То есть, не на тактическом уровне, а вот, как оно должно быть в плане, там, следующего года и 26-го года, в том числе. Ну, он еще, знаете, говорит там о ядерном оружии. Мы же увидели, что на этой пресс-конференции Ким Чен Ына, по-моему, сейчас я могу перепутать, это либо Северная Корея была, либо это был все-таки Вьетнам. По-моему, Северная Корея. Значит, там Путин в очередной раз говорил, что, ну, вот если будет стратегическое поражение России, чтобы, значит, сберечь Россию-матушку, ну, что, будем, значит, ядерным оружием фигачить. Буданов на это отреагировал, я не знаю, я не знаю, когда было дано это интервью, тут сложно сказать, интервью свежее, ну, вот сегодняшнее, да. Он сказал о том, что, значит, цитата такая, знаю реальные характеристики российского ядерного оружия, у нас нет больших концентраций войск, для которых такое ядерное оружие было бы уместным, а пробить дыры в наших линиях обороны можно обычными средствами ведения войны. Мы помним, конечно, единственные случаи, когда ядерное оружие применялось, Япония, Хиросима Нагасаки, расчет был такой, чтобы, ну, подавить сопротивление врага, для того, чтобы не нужно было проводить наземную операцию в Японии, да, чтобы американский десант туда не высаживался, потому что там как-то посчитали, ну, какие-то совсем гигантские потери могли бы быть у США. Ну, и, собственно говоря, мы увидели вот единственный вариант такого применения. Мне кажется, Буданов тут очень рационально смотрит на Путина, на Кремль, когда говорит о том, что, ну, если уже они будут бить, то по большой концентрации войск. Тут сложно залезть в голову российского диктатора, но, опять же, вот это, давайте, ну, наверное, не стратегическое, все-таки тактическое ядерное оружие. А для чего мог бы Путин его применить? Картинка. Ну, то есть, если ее применять, картинка, потому что действительно нет какой-то концентрации войск украинских, которые можно уничтожить на каком-то участке. Флот очень... флот... фронт. Фронт очень такой вот характерен тем, что относительно небольшие силы скрыты вот в разрушенных селах, в посадках каких-то, укреплениях, в складках местности, где тоже там оборудованы те или иные. Все небольшие силы. То есть, у вас могут быть там на километры 5 человек, которые мониторят ситуацию, ну, просто находятся там, чтобы как вы было, фактически контроля, даршилс есть огромное количество средств мониторинга, дроны и не только. Вот вы все видите, если враг наступает, то он начинает работать, уничтожает его на расстоянии. То есть, куда ядерным оружием бить? Типа этим 5 человек, которые сидят там на квадратные километры. Которые, кто-то же вообще них не знает, что там сидят. Ну, имеется в виду широкое общество, честно, не знаю. Вот. Поэтому, ну, вообще, как бы, такая вот выглядит... Да вот это было не в рациональности, а в том, что, ну, как, куда. То есть, вот, вы Путин, вы решили применить это. Куда? По войскам? Каким войскам? Где? Если весь фронт, то там ничего не видно, фактически, ничего нет. Нет никаких концентраций. По городам? То есть, по городу? То есть, чтобы даже там те, кто симпатизирует, россия от них вернулись. Вот. Не знаю, там, по флоту украинскому, по кораблям, по фрегатам украинским, которых нет. По аэродрому состоится стратегическая авиация, где стратегические обмонтировщики стоят в ряд украинские. Тут, ну, куда? Даже если они там выявлять где-то какой-то аэродром, подскокая, там есть какой-нибудь Су-25 или Миг-29, что по этому Мигу-29, или два Мига-29. Вот. В будущем будет F-16, это, допустим, там, один F-16 или два. По нему ядеркой. То есть, тут не видно нигде, не с точки зрения, что рационально или нерационально мыслит Кремль, а что, как бы, у них есть настолько огромная кувалда, и непонятно, зачем она нужна. Ну, кроме того, что это просто ящик Пандоры, вы просто, как бы, только себе стреляете по ногам. Вот. Чем-то так из дробовика стреляете себе по ногам. Не из пистолета. Вот. То есть, просто зачем? Какой смысл? Что это даст? Поэтому только картинка. Только вот где-нибудь ударить по городу, вот, или просто по полю, вот, чтобы просто запугать, показать, да, мы не блефовали. Ну, и этим самым, опять же, выстрелить по самим себе, полностью себя там, закрыв, отрезав, отвернув от себя. Ну, понятно, что Ассад не отвернется, вот, и Ким не отвернется, но всякие страны, которые в серой зоне находятся и балансируют, пытаются балансировать. Начинают от аудитов каких-нибудь, то есть, это тот же Китай, который может понять, что это абсолютно неадекватный, этот, неадекватный товарищ, и нужно все-таки помочь Западу его усмирить. Вот, поэтому, как бы такое вот. Поэтому, в этом плане Буданов прав, что говорит, что нет никаких концентраций, куда, как бы, можно бить. Ну, опять же, да, Индия, Бразилия, опять сложно себе представить, что они, значит, после использования даже тактического ядерного оружия, дальше будут голосовать против, там, того, чтобы, против украинских инициатив, скажем так. Да, Бразилия, кстати, да, да. Ну, мы увидели, знаете, еще же, ну, такое, не то, чтобы удивительное, но приятное последствие визита Путина в Северную Корею, это то, что Южная Корея сказала, слушайте, ну, мы теперь начнем Украине давать оружие. Помним, там, корейский президент, он был, на самом деле, в Киеве в прошлом году, там, что-то обговаривалось, но, опять же, ну, такого прямого сотрудничества мы не увидели. Ну, вот, сейчас уже вижу цитату главы нацбезопасности, Хо Джин зовут главы нацбезопасности, значит, цитата такая, Южная Корея не будет ничем связана, помогая Украине, если Россия предоставит КНДР высокоточное оружие. Ну, пока что это, конечно, выглядит такими, знаете, заявлениями, если вот вы что-то дадите Ким Чен Ину, мы тогда, смотрите, мы, значит, вот так-то сделаем. Я видел у вас в телеграм-канале, вы цитировали военнослужащего американской и греческой армии, мне тут выписано, Джордж Маниати его зовут, и он, значит, там составил даже список того, что Южная Корея может уже сейчас дать Украине. Я же правильно понимаю, но я думаю, что это стоит объяснить нашей аудитории, что у Южной Кореи вообще-то все в порядке с оружием, учитывая, какой у них сосед там с 1953 года. Да, конечно, у них очень мощная индустриальная база есть, это индустрия, которая, кстати, не только обеспечит высокий уровень ВПК, оружие на этом базе и возможности, но и в том числе вообще как бы, Южная Корея это сильно развитое хай-тек индустриальное государство. Кстати, они, потому что к таким вещам не приходят сразу, в 50-е годы, там уровень, в 50-60-е годы, там уровень жизни был хуже, чем в Северной Корее. они долго шли, тернистым путем, потому что, процветающим государством, развитым. Ну, это просто к тому, что ничто не делается сразу, и по щелчку пальцев. За всем стоит очень длительный труд, десятилетий. там есть, они производят все от спутников и технологий, танки, артиллерия, системы ПТРК, новейшие поколения возможности. про то, что вы упоминаете, там речь идет как раз про список того, что у них на складах есть, что можно отдать, например, там пулеметы и стрелковое оружие. Украины нет с этим проблем, предоставляют стрелковое оружие, там его припасы к ним, и также Германия, например, и не только. Ну, это просто приятный бонус. Но самое интересное с точки зрения Южной Кореи, это их как раз индустриальная база, это возможность заказов. Вплоть до того, даже авиация, у них учебно-боевые самолеты хорошие есть. И поляки, вот у них же и танки, и как раз учебно-боевые самолеты покупают, и немало. И было бы хорошо в будущем действительно у Украины наладить с Южной Кореей взаимодействие по этой линии на те системы, которые есть, в том числе и у Польши, потому что это одна общая база, это специалисты под блоком запчастей, допустим, учебно-боевые самолеты, например, те, которые есть у Польши, в том числе. Срочно-надушные запчасти, слава в члену-надушный технический персонал, нужны те, которые разбираются, они прямо через границу есть, у соседа. Можно договориться с поляками, определенное сотрудничество, по теме авиации, например. Это всегда хорошо, когда те системы, которые есть у вас, они есть у соседа, дружественного соседа, сосед, который с вами в партнерских отношениях и по альянсу, и сам по себе. Поэтому, да, у них все абсолютно есть. Это такой огромный гипермаркет. Если у вас есть деньги оплатить, у них там можно купить и заказать, поляки заказывают, покупают, очень много. Там не просто конкурентоспособные, там есть топовые образцы. Ну, слушайте, если мы уже видим, появилась эта новость о том, что оказывается Сербия продает Украине... Ну, деньги не пахнут, как бы... Ну, да, не, ну, слушайте, ну, это прям не очевидная новость. Мне нравится, как они официально заявили, говорят, ну, как бы, мы за всех братьев славянами, как бы не на чьей стороне. Все братья славяне и русские, и украинцы. Кто покупает, тот покупает. Мы по-другому не выживем, нам нужно где-то брать деньги. Честные люди, господи боже, всем быть такими честными. Ну, я просто, опять же, для контекста аудитории, это Financial Times написали, да, что Украина через третьи страны получила сербских боеприпасов на 800 миллионов евро. Ну, при этом сербы знали, куда они идут. Ну, да, 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 ну, это не то, что да, сложно себе представить, да, что на 800 миллионов евро продали боеприпасов просто, типа, я не знаю, в Африку, ну, не в Африку, хорошо, в Италию. В Италию, они неожиданно в Украине оказались и сербы такие, ну, как же так? Понимаю. Слушайте, ну, тут еще интересно, вот в контексте всей этой заварухи с Северной Кореей, с Южной Кореей, с Путиным, значит, который с Ким Чен Ином ездит на Мерседесе, что там они там высовывались из этого люка крыши, вообще не понимаю, как они там оба поместились, но не об этом речь. Есть еще интересный момент, да, как на это реагирует или может реагировать Китай, там все сложно, там очень высокая стена пропаганды, но я посмотрел интервью китайца, который воюет на стороне России. Он, значит, ветеран вот этой народно-освободительной армии Китая, ну, там непонятно, то ли он, как это, официально работает для того, чтобы понимать, что происходит, то ли просто денежка ему нужна, но там, судя по всему, это такое, смонтировано из его обращений, из таких его видео, с разных мест, я так понимаю, где-то он на востоке Украины находится, ну, в общем, английские субтитры наложены, там больше миллиона просмотров. Ну, и интересный он, конечно, значит, во-первых, там рассказывает о том, что украинцы молодцы с дронами, вот это вот, второе, что там все воюют день и ночь, нет никаких, значит, пауз, противник безжалостный, ну, и они тоже безжалостные, еще ни на кого нельзя положиться, что сразу все бегут, не то, что, конечно же, в Китае, где в Китае, естественно, все встанут плечом к плечу и будут защищать, значит, свой Китай. Уличные бои не такие, как в кино, вот он тоже, да, ожидал, что, значит, кинул бомбу, выбил дверь и вот это вот, значит, захватил там какой-то, какой-то дом. Вот, там еще он про звуки польской гаубицы, почему-то рассказывает, я не знаю, что за польская гаубица, ну, короче, польская гаубица. Ну, еще он там две недели не мог ходить в туалет, это тоже такая новость важная для всех. Тут вот интересно, то есть мы можем фактически говорить о том, что если ветераны вот этой народно-освободительной армии Китая воюют на стороне российских оккупантов, значит, у Китая есть прям, ну, прям, как это, прям с поля боя, прям с нуля у них есть данные о том, что тут происходит, правильно? Они же так могут... Да, несомненно, есть, конечно. Тут даже без носителя этого китайца, который в туалет не может ходить, тут как бы у них есть, понятное дело. Ну, ну, понятно. Ну, для меня это, короче, был показатель того, что смотрите, ну, да, прям вот конкретный человек и даже не скрывается, мы же понимаем, что, ну, вообще-то Китай, как это, нас тут нет, занимаем... Не, не, ну, как, не, ну, наемник, там, по своей инициативе, да, Китай же никого-никуда не посылал. Ну, он много чего рассказывает там о том, как, значит, там, медики работают, ну, не то, что много, но чуть-чуть об этом есть, ну, и мы увидели, понятно, вот это уже знаменитое видео, на котором один российский оккупант, значит, стреляет в другого, добивает его выстрелом в голову. Как вы понимаете, почему они не цензурят такие видео? Ну, потому что они очень хорошо разошлись в Z-каналах, ну, вот в этих всех, так называемых военкорах. Видео было, это же украинское видео изначально. Это украинское, но потом оно вот разошлось у них у всех. Да, да, разошлось, не цензурят. Кстати, хороший вопрос. На самом деле, не только я, многие вот мои вот коллеги по Израилю, у меня есть разные коллеги, конкретные израильские коллеги, они не очень понимают, что в головах у русских происходит. Мы должны признать, мы, я говорю про нас, израильтян, потому что в силу того, что мы совершенно иной социализацией, нам очень тяжело понять, что в головах у этих людей. Постально, там, надо слышать, украинцы об этом говорят, безнадёга, беднота, нищета, все эти босяки из районов, что ему с мужиками в окопах там прожить недельку, как мотылек, одна девка, бабочка-однодневка, да, а потом где-то умереть на фронте, это лучше, чем вот этой серости прозябать, где-то там в Сибири, в депрессивном районе, женой, там, вот, детьми, женой, которая его не любит, и детьми, которые в нищете, и начальником на фабрике, который на него орёт. И вот для него, вот этот вот, короткий такой момент, прожить на фронте и умереть, это ярче и лучше, чем там годы серости. Ну, плюс деньги дадут. Деньги ему дадут, тем же детям дадут деньги. Вот. Ну, это же все слова просто. Никак не объясняет психологию, что в голове происходит. Мне непонятно, во-первых, вот такие вещи. Можно обратить внимание, что тот человек, который идёт за ним, когда над ними летает, как круто, этот дрон, двое, как раз, вот этот, которые его убили, ещё там впереди один, они в панике бегут, а глядываются, смотрят, он видит дрона, на него смотрит. Такой вот этот фатализм военного, такая рулетка, да, убьёт, убьёт, не убьёт, не убьёт. Скорее всего, это опытный какой-то, вот, опытный бойец, он понимает, что бежать не смысла, припрыжку, говорит, умрёшь его, старшему, что называется, по-любому умрёшь. А ты в пиве не убежишь, а тут хотя бы не буду сейчас, это вот прыгать, как-то там прыгал, который перед ним шёл. И он так же спокойно, его сразу добивают на месте, потому что прекрасно понимают, что тащить на него не будут. Он попросил, убил, чтобы он тут не мучился. Вот. Происходит это постоянно. То есть они сами себя убивают на поле боя, вот есть, уже западные синтрии начали вести подсчёты, уже больше 70 случаев зафиксированных. То есть в реальности цифра больше сотни. Это не самоубийство, а самоубийство много больше, которое происходит в самой армии, где-нибудь там в окопах, например, и так далее. А это, именно конкретно на поле боя, вот, когда на себя накладывают руки. Говорит о том, что нет эвакуации, но это известно, об этом тоже много раз говорили, что нет эвакуации, или она очень плохо налажена, или она не всегда, не всегда это возможно. Вот. И не только попыток особых, ну, то есть иногда рассматриваются в каких-то там случаях, как откровенный расходный материал. Как было-то видео от российских офицеров, где они сидят и смотрят, наблюдают, как на мотоциклах несутся, вот, несутся там, вот, какие-то их солдаты, и они как в футбольном матче это комментируют, они говорят, ну, вот там вперёд, а, этого расстреляли, это, ну, то есть видно, что даже нету в расчёте этого командного пункта, где они сидят и наблюдают мотоциклистов, если они в этой бонзо-атаке не погибнут, то всё-таки выживут. Изначально рассматриваются, как вот мы их отправляем в один конец. Вот. Ну, российские солдаты тоже прекрасно это понимают. Там же были, кстати, эти обращения, кстати, из-под Харьковской области, российские солдаты записывали для своих семей, потом, как большая часть из них оказалась убит или попала в плен, где они говорили о том, что эвакуация никакой нет. И нам так и сказали здесь на месте, ну, когда мы там что-то возмущались насчёт условий и так далее, нам говорили, ну, командир, российский офицер, вы всё равно расходник, типа, вы всё равно погибнете, как бы, что вы тут-то вы просите и так далее, если вы расходные материалы, погибнете. То есть мы так прямо говорили, вот они офигели от этого. Ну, это отдельный вопрос, почему они каждый раз этого офигевают, как будто, вот они этого не знали. Вот. И записали это вот в возмущённое свое обращение, ну, в конечном итоге потом кто-то, кто записал, исчез, куда-то пропал, как говорят, что его на яму посадили, вот, остальные погибли. Вот. Ну, вот они говорят, да, что к ним уже прямо такое отношение, как расходный материал. Вот. Но, опять же, это всё слова, это всё, как бы, знаете, объяснять не всегда значит понимать. Мне, я вырос в Израиле, вот, совершенно у нас другой подход к человеческим жизням и к своим, вот, и к войне, и мне тяжело реально понять, что в головах у этих людей происходит. Очень тяжело. Говорят, что у нас люди все здесь одинаковые. Как бы, как бы, большом счёту, да, мы действительно все люди одинаковые, но, вот, настолько может быть разным мироустройство, социализация и культурный код кардинально просто разным. И среда, в которой находятся эти социализированные своим культурным кодом деятели, вот, только менталитетом это ещё называют, вот, что просто ничего не в голове не укладывается. Более того, украинцам, которые казали, когда-то 30 лет назад вообще-то в одном государстве жили с русскими в Советском Союзе, им непонятно. Нам тем более непонятно, вот. Нет, с точки зрения российской пропаганды им наоборот нужно показывать, смотрите, всё, всех эвакуируют, вот мы всех выносим, вывозим, спасаем и так далее. У них наоборот, да, появилось видео, как добивает один другого и мы спокойненько это распространяли. Игорь, спасибо вам большое за вашу аналитику. Израильские військовые глядачи Игорь Левин был с нами на связи, говорили про то, что происходит на украинских фронтах в российско-украинском войне. Далее у нас будут новини, после новин эфир продолжится.